сейчас скайп сейчас подцеплен ну и была задача как бы людей приучить пытались я сейчас из-за этого особо не рекламирую skype подцепил так что можно skype будет открывать сейчас как раз подождем поставьте плюсики нас слышно пожалуйста ну пока на данный момент у нас вот считай в среднем человек по 50 60 собираем стабильно просмотров что этом до 2000 так смотрю я уж не смотрю старых просмотров и на и плюс еще ибо этом счет поведевает youtube да там тоже где просмотров по 500 но по youtube я сейчас смотрю на данный момент загрузка качества намного выше разрешение чем на фейсбуке почему то да но соответственно кому нужно качестве на картинке то он на ютюбе того самая самая оптимальная почему тут конечно программ чуть не поменялось теперь дорожку не могу разделить мы смешиваем чему-то вместе непонятно раньше был нормально ну ничего страшного так но уже 19 человек супер но ждем еще минутку и принципе запустим все это шарманком пока денис не запустился я расскажу про на что вот эти дела с обучением дела с обучением у нас такое вот хотел объявление дать мы как бы все организовали принцип я рассказывал уже по поводу того что у нас будет не не курс там не какие-то такие вот стандартные вещи а именно будет решение определенных задач в определенные цели так скажем то есть две цели основная эта цель у нас во первых выбрать товар и 2 продать товар между этими моментами нас есть китай сегодня я с владимиром никульным разговаривал по этому поводу он у нас тоже будет пятым так скажем коучером так скажем именно по китаю то есть это будет и первой группе относиться ко второй к любой группе то есть все консультации какие связаны с китаем со всякими проблемами с китая доставкой логистикой проверкой груза всего остального он будет консультировать его интерес абсолютно простое честная то есть она с удовольствием будет вас так скажем с вами работать будущее но никто еще с не заставляет с ним работать то есть он консультирует если вас устраивает о компетентности его работа с вами и так далее соответственно вы будете, если захотите, будете с ним работать. Но основная задача, то есть, как мы с ним договаривались, он будет просто вас в первую очередь консультировать. Значит, по доставке по Китаю рассказал. Второе объявление. Второе объявление заключается в том, что стартуем мы с субботы. По субботам и воскресеньям у нас будут как раз группы. В субботу, сейчас время утрамбуем только, в субботу будет выбор товара, в воскресенье будет продвижение товара. Две группы просто выбрали, что групповые все-таки в выходные проще людям все вместе время найти, а все остальные по записи. Потом, значит, следующее. Следующая такая вещь, мы как бы понимаем, что продвигать эти курсы и все остальное надо, естественно, с внешним трафиком. То есть, Facebook, YouTube, это все классно. Мы собираем тут людей к прошаренных и так далее, но просто чтобы проект был долгоиграющий и интересный, мы считаем, что надо сделать сайт, надо его продвигать через Facebook, ну как минимум Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Вот, для этого сначала его надо сделать, потом его надо, соответственно, продвигать, потом наполнять контентом. Ну, в принципе, все стандартно, так как мы достаточно заняты вот этим проектом. Соответственно, кто является специалистом в этом деле, готов с нами сотрудничать, сотрудничать, мы бы с удовольствием дашь на дашь, бартером, грубо говоря, обучали с удовольствием Амазону, а вы бы нам сделали вот именно то, что я сейчас сказал. То есть, это сайт, это настройка рекламы и наполнение контентом, то есть, кто там, копирайтеры, потому что в принципе, контент у нас, собственно, есть, никого ничего сдирать не надо, чего нет, мы можем видео снять, переписать по тексту, грубо говоря, то есть, по видео переписать, просто статьи. Ну, то есть, вот такое на данный момент объявление, если у кого-то есть желание поучиться торговлю на Амазоне, можно вот найти какой-то общий, так скажем, ну, в любом случае, найти такие вот камни соприкосновения, чтобы было всем интересно, потому что ко мне многие обращаются с разными предложениями, вот, я вот подумал, может быть, это будет кому-то интересно, потому что самим нас, мы, я, по крайней мере, точно не являюсь профессионалом, не в рекламе Гугла, Яндекса, там, я понимаю, как это все делается, сам себе сайт и делал, но нам надо, если это делать, очень качественно, вот, а для этого нужны действительно профессионалы, кто этим деньги зарабатывает. Вот, я думаю, все, что хотел, донес, Денис, можешь начинать тогда, уже у нас время пролетит. Скайп, да, давай посмотрим, что у нас там по скайпу. Я проверяю. Сейчас обновление пройдет. Что-то я ничего не вижу. Ты скайп включил у себя? Так, значит, да, значит, я что-то не то, что делал. Сейчас, секунду, дам. Выбросы своей зоны, но пробросы не включать. Выключай телевизор. Так, что-то я не соображен. Так, подключаем скайп еще раз. Подключаем скайп. Нет, в чем здесь сейчас два скайп, не понимаю. Да, скайп есть. Здесь почему-то нет. Здесь почему-то нет. Здесь почему-то нет скайпа, нет скайпа, нет. Все, не туда нажимал. Почему-то у меня старый скайп остался. Странно. Все, шарманка заиграла. Все, настроил. Я подключил, все работает. Или нет? Или да? Так, сейчас на данный момент я не пойму, вот это. Все, да, все, ты в прямом эфире. Да, я уже начал смыть. Да, уже испугался. Ну, я уже начал смыть. Да. Да. , если вы поддержите с покупателем, какие либо сообщения, налаживайте с ними контакты, это неплохо, это очень хорошо позволяет повышать свой рейсинг в глазах покупателя. Это создает хороший шум, аэрофанное радио, но делать это в ручном режиме очень сложно. Для этого существуют автореспондеры. Кто не пользовался, это такие программы, которые позволяют настроить нам автоматическую отправку сообщений при наступлении каких-либо случаев. Но хорошие автореспондеры позволяют нам делать это очень тонко. То есть не просто там какие-то стандартные пару шаблонов, а мы можем полностью все индивидуализировать. То есть в зависимости от той ситуации, которая у нас возникла, например, стандартная и понятная ситуация, это куплен товар, амазон, в принципе, сам отсылает уведомление о том, что произошла покупка. Но, в принципе, можно даже на этом не зацикливаться, может быть, ничего не отсылает. То есть амазон вредно покупать для того, чтобы успешно произошла покупка, что товар будет отправлен. Второй момент, товар все-таки, например, клиенту поступил, и нам хотелось бы знать свое мнение какое-то. То есть все ли хорошо, получил ли он товар, довольный ли он доставкой, к примеру. То есть нам нужно выставить письмо какое-то. Опять же ситуации могут быть разные, клиент не получил товар, написал негатив, разозрелся. То есть нам нужно по-хорошему на это отреагировать. Не всегда есть возможность сделать это быстро, не всегда есть возможность самостоятельно зайти в себя в центр, написать какое-то сообщение, как вариант. Для такого случая можно сделать шаблон при поступлении негативного зубэка, и сразу какое-то такое письмо успокаивающее клиента. Сказал, да, мы работаем в небольшой ситуации, перед данным отделом приставки или еще куда-то. Соответственно, в ближайшее время с вами связывается. Можно обозначить. То есть уже как минимум вы выявили немножко времени. Ну это как вариант, один из вариантов развития событий. Второй вариант, например, все хорошо, все замечательно. Клиенту наставил фидбэк или отставил отзывы. А вы увидите, что клиент в моем настроении. Почему бы не попросить у него отзывы? Здесь вероятно, что он отзыв оставит хороший. И плюс, не все клиенты ориентируются, где оставляется фидбэк, где оставляется отзыв. Соответственно, можно его сразу направить. То есть как только клиент вставил хороший фидбэк, сразу попросить у него отзывы. И прямо по ссылочке отправить его на написание отзыва. Все это можно проделать в автореспондеры, прописать ссылки. Денис, там что-то у тебя со звуком? Что-то народ пишет со звуком. Что у тебя там? Улучшить его нельзя никак? Ну не знаю даже. Ну ладно, я понял. Хорошо. Ты меня нормально слышишь? Да, я нормально слышу, хорошо. Ну, не знаю. В принципе, у меня микрофон не супер, у меня микрофон через камеру. Поэтому, как бы, может быть где-то какие-то и будут неточности. Сейчас я посмотрю в настройках. Ну, поближе просто, может быть, да, говорить чуть-чуть. Я здесь настройки тоже исправил. Сейчас посмотрю настройки, чувствительность может немножко подниму. Да. А я исправил, наоборот, громкость уменьшил, чтобы не было не фонило сильно громко. Ну, как-то вроде бы... Там сначала смысла ничего не было, то есть... Ты контролируешь в принципе? Да, да, я читаю. Я не просматриваю, просто я отвечу. Все правильно. Все просят просто сначала. Сначала ничего не было. Я огласил там нюансы по обучению нашему. А сейчас Денис как бы вводный, наоборот, рассказывает о том, что насколько важно именно автореспондеры вот эти. Потому что чем больше продаж, тем они становятся все более и более важными. И все. То есть если вкратце. Так, ну... Вот в принципе открыл я автореспондер наш, да? Как он выглядит, примерно. Я потом буду на скринах показывать уже, скажем так, уже с конкретными примерами, уже чтобы можно было видеть. Вот. Недавно я для себя открыл этот автореспондер. До этого пользовался я там сейлсбакером. То есть такой, ну, плохой автореспондер для новичков, скажем так. Там нет таких, может быть, широких настроек. Но зато его очень легко настроить там. Даже человек, который ни разу не настраивал такого плана программы, ну, легко справиться. Вот. Основной момент – это прописать этого разработчика в селер-центре. То есть дать ему доступ к вашему селер-центру. Потому что, ну, как бы, вам приходится работать через систему сообщений Amazon. То есть это не сторонник какой-то расстричек. Он интегрируется в систему сообщений Amazon. И, соответственно, все эти сообщения, которые идут от Зонмастера, они будут идти через систему сообщений Amazon. То есть вы можете зайти в селер-центре сообщений, все свои письма, посмотреть, что вы отправляли клиентам. То есть, так или иначе, либо через Зонмастер, либо непосредственно через систему селер-центром Amazon. Ну, вот так вот, скажем так, выглядит вот этот интерфейс, когда он еще не настроен. То есть, видите, куча алертов. Чем мне нравится, тут, в принципе, по каждому случаю подсказочки есть. То есть вам нужно все-все-все моменты настроить. То есть выбираете, там, тот регион, где вы хотите настроить. Например, в Северной Америке. Вот нужно пойти на вот эту страничку, провести вот эти вот все действия. Все-все-все прописывается подробно. Тут название магазина можно присвоить. Соответственно, там вы получите, на сайте Amazon, вы получите свой селер ID и получите этот токен. То есть это ключ, который позволяет Зонмастеру подключиться к вашему аккаунту. Соответственно, как бы, ну, это стандартная процедура настройки всех программ, которые требуют доступ к аккаунту вашему на Амазоне. Как бы, тут я подробно остановиться не буду. В общем, много видео разных по настройке любого автореспондера, не только этого. Я подробно перейду, в принципе, уже, скажем, как это выглядит в реальности. Вот, например, мой аккаунт Зонмастеру. Подожди, подожди, по Зонмастеру сейчас я попытаюсь что-то не хочет мне показывать. Да что ты, ё-моё, всё жму не туда. Скажем, как это выглядит в реальности. Вот, например, мой аккаунт. Да что такое? У меня что-то компьютер перевозбудился. Так, сейчас я сделаю... Странно. Сейчас ещё раз попробую добавить. Не хочет. Секундочку, секундочку. Скайп одно показывает, программа другая. Супер. На, всё, заработал. Всё, заработал. Что-то там подзависло. Всё, на эфире? Да, всё. Что-то зависло. Не хочет и всё. Ну, отрастаться идёт, всё хорошо. Да, сейчас всё нормально. Просто почему-то я думал, он затормажит, потому что у нас такая система, что картинка и голос нас затормаживает. И за это мы не видим. Пишите. Будем стараться в реальном времени всё это исправить. Может интернет сегодня какой-нибудь глюченый, не знаю. Ладно, не будем отвлекаться. Поехали дальше. Так. Ну, вот таким образом выглядит главная страничка на Zoom Master. Скажем так, наш основной рабочий экран. То есть, здесь мы видим процент открывания наших писем. Ну, вот как у меня, например, настроены три письма. Соответственно, ну, можно посмотреть. Стандартные шаблоны. Я пока не менял ничего. То есть использую стандартные шаблоны. Скажем так, я вот недавно начал тестировать. Около месяца тестирую этот автореспондер. Загрузил продукт один. Вот смотрю, как по нему, в принципе, идёт отсылка писем. Ну, вот, можно видеть, что, например, первое письмо подтверждение ордера 47% открывания писем. Вот второе письмо, в котором мы просим оставить отзыв, процент открывания уже 52%. Что меня, на самом деле, удивило, что первое письмо, оно, как бы, незнакомое ещё для клиента. То есть, что, кто прислал, интересно открыть второе уже, как минимум, вы уже знаете, что это от того же самого адресата, то есть по той же самой покупке. Тем не менее, видится заинтересованность есть, и люди открывают. Ну, и последнее письмо. Оставить отзыв к этому. Ну, тут не очень большой процент. Но это ещё может быть связано с тем, что письма эти уходят последние. Просто какое-то время нужно ещё для открытия письма. То есть, статистики мало. Каждый месяц она обновляется. Вот у меня, например, в этом месяце отправлено 77 писем из 5000. В принципе, как бы, каждый месяц обновляется. Здесь вот такой график, примерно, там, продаж и отправки писем идёт. То есть, как бы, вот отзывы, например. Вот у меня, например, оставлено в январе. В январе, вот, с того момента, как я запустил автореспондер, вот я пять отзывов получил. Ну, не так много продаж продукта было, в принципе. Но, тем не менее, конверсия очень даже неплохая. Там порядка, наверное, 130 где-то писем всего отправлено за два месяца. Январь-февраль. То есть, середина января, середина февраля. И вот пять отзывов я получил на этом новом автореспондере. Тут же сразу показываются письма. То есть, которые были отправлены. Ну, которые подсвечены. По-моему, они не открыты. Все, которые не подсвечены, открыты. Я уже не помню. Спрашивают, как привязать к Амазону. Видео очень много в интернете. Я не хочу останавливаться. В принципе, все одинаковые. Тут есть подробный очень видеообзор. Именно по настройке. И, опять же, каждый шаг. То есть, вы заходите, да, и сразу у вас ничего не настроено. То есть, вы заходите, и по шагам сразу подсказки. То есть, кликните сюда, сделайте это. Нажмите туда. То есть, сложностей там, на самом деле, никаких нет. Я говорю, видео. Ну, надо будет. Я потом ссылочку дам. Просто на любой. В принципе, автореспондер тоже самое. Как его подключить. Есть канал на YouTube. Внизу, в принципе, можно перейти на канал на YouTube. И посмотреть, как именно его настроить. Стоимость какая у него сейчас? Минимальный пакет. Ну, я потом остановлюсь на тарифах. Там минимальный пакет. Я его, в принципе, использую. Пять тысяч писем позволяет отправлять в месяц. Стоит 9,99. На данный момент, ну, это самый дешевый автореспондер, вообще из тех, которых я видел. При таком количестве писем, пять тысяч писем новичку хватит выше крыши. Это при условии, что если у него будет продукт, который будет тысячу единиц продаваться в месяц. И три письма он даже будет, например, отправлять. Это три тысячи всего лишь писем в месяц. Никаких рефералов, ничего здесь нет. Мы просто рассказываем. Нет. Считаем, что это один, ну, лучше, наверное, на данный момент. Это просто, ну, да. Который мы знаем лучше. Но цена, очень адекватная цена. То есть, как бы, мы же тоже заинтересованы в том, чтобы люди с минимальными затратами входили в этот бизнес, скажем так. И есть автореспондеры, которые там по 50 долларов, там куча еще всяких дополнительных аналитики, там, помимо автореспондера, там еще есть анализ доходов, расходов. То есть, как бы, ну, опять же, мы понимаем, что если человек с одним продуктом заходит, платить там по 200, по 300 долларов за сервисы, как бы, это, ну, накладно. И оно возможно, когда у вас большая компания, 50 продуктов, все эти сервисы, может быть, и оправданы. Они автоматизируют вам работу. Но для одного продукта хочется все-таки минимизировать свои затраты. Этот сервис позволяет при таких небольших затратах полноценный функционал иметь. Более того, еще даже, ну, как я дальше покажу, расширенный. То есть, на данный момент ни один автореспондер таким функционалом не обладает. Вот. То есть, есть список писем, видно, какие открывались, какие не открывались, примерно, как бы, вот есть, там, продажи ближайшие, скажем так. Так. Вот, например, таблица писем. Да. Вот. Мы можем зайти в e-mail. Наши. Можем зайти, естественно, в таблицу. Вот. Мы можем посмотреть, как они отправлялись в письмо. График. Вот. И, соответственно, вот здесь мы видим, когда было всему отправлено, кому было отправлено, какой ордер. Все эти ссылки кликабельные. То есть, если мы нажмем на клиента, мы попадем на статистику по этому клиенту. То есть, если он несколько раз покупал, либо он оставлял отзывы, либо фидбэки какие-то. Мы всю эту информацию клиенту увидим. Точно так же мы можем на ордер кликнуть и посмотреть подробную информацию по ордеру. Когда он был доставлен, какие по нему письма отправлялись, доставлен ли он. То есть, все, все, все. Ну, вот, опять же, шаблон письма. Ну, и, соответственно, вот здесь это письмо получено, доставлено. Вот эти письма просмотрены. Которые с глазиком. То есть, мы сразу видим, кто открывал письма, кто смотрел, кто из клиентов не смотрел письма. То есть, ну, может быть, смысл значения большого этого не имеет информации. Ну, тем не менее, информативно вы понимаете, насколько вообще ваши письма интересны клиентам, читают ли они их. Вот. Потому что у некоторых респондеров, я предполагаю, что те, которые раскручены, возможно, в спам улетают письма. Ну, сложно сказать. Вот. Есть набор стартовых шаблонов, скажем так. Есть набор шаблонов, который направлен на сбор фидбэков. Вот он так и называется, фидбэк драйвер. Три письма. И есть набор шаблонов, называемый review driver. То есть, он направлен на сбор review. То есть, понятно, что тут будет все как бы направлено на сбор фидбэков. Ссылка будет идти на оставление фидбэка. Второй шаблон – это ссылка на оставление review. Вот. Недавно был интересный предложен шаблон. Я вот как бы сейчас планирую его переделать. Интересная вилка. То есть, один израильский продавец на Amazon предложил интересную вилку. То есть, чтобы себя немножко обезопасить от негативных отзывов, предлагается такой следующий вариант. Вы в письме делаете две ссылки. Одну вы называете, там, да, мне понравился продукт, все хорошо там, например, да. И человек, когда кликает по этой ссылке, попадает на review. То есть, оставляет вам отзыв. А вторая ссылка, например, нет, мне не понравился этот продукт. И он попадает на поле обратной связи. То есть, он пишет вам письмо. То есть, как бы, вряд ли клиент будет переходить на… Искать именно, каким образом написать фидбэк. Он увидит поле, он напишет туда весь свой негатив, и вы получите сообщение клиента, что, так и сяк, вот такие-то проблемы с товаром. И, как минимум, у вас понизится шанс того, что клиент вам оставит плохой отзыв. То есть, вряд ли он будет потом искать, где же ему написать этот плохой отзыв или куда ему пойти фидбэк. Клиенты ленивые. То есть, у него был какой-то негатив, он его вылил вам прямо в личку. И все. Как бы, вы получили личное сообщение и можете отреагировать на это сообщение. То есть, как бы, ну, такой достаточно неплохой вариант. Вот. Но, скажем так, это уже вручную. Можно шаблон настраивать, перенастраивать так, как вам угодно. Здесь вот, соответственно, можно заходить, например, и создавать те шаблоны, которые вам нужны. Шаблоны. Вот. Есть такое понятие, как переменные. Что такое переменные? То есть, там очень, ну, help по переменным. Email variable help. Переменные – это те параметры в письме, которые постоянно меняются. То есть, есть шаблон письма, который неизменный. Статическая часть. А есть части письма, которые должны меняться. Что это? Это имя покупателя, это фамилия покупателя, адрес покупателя, там, код, город. То есть, ну, вот, в принципе, вот таким образом они обозначаются. Ну, это, скажем так, подсказки. В стартовых шаблонах это все прописано, заморачиваться не нужно. То есть, если вы выбрали стартовые шаблоны, вы их просто подключили, они у вас работают. Если у вас большое желание шаблоны переделать по себя, их как-то индивидуализировать, соответственно, вы тогда пользуетесь вот этими переменными. Help – это достаточно очень простой. исчерпывающий. Тут все, скажем так, подробно расписано. Сложности ни у кого не возникнут. Кто хотя бы немножко имел опыт написания в HTML, редактированный. Так. Вот таким образом выглядит вкладка ордера, заказы наши. Так я продаю только через Amazon продукт, который подгрузил. Соответственно, здесь мы можем видеть, где мы продаем. на Amazon. Вот наши выглядят ордера. Соответственно, их статус. Отправлен, доставлен. Клиент какой. покупка. Куда непосредственно ушло. В какой штат. То есть, ордера кликабельные. Можно на каждый ордер зайти и посмотреть. Вот мы можем дойти также, например, в список покупателей. Одна из особенностей зонмастера, что он ведет список покупателей. Соответственно, в более дорогих тарифных планах этот список покупателей можно выгружать. То есть, его можно экспортировать. Ну, как бы у меня необходимости такое не возникает. То есть, возможно, в перспективе по этому списку покупателей можно как-то, например, находить, ну, по контактам, которые выгружаются, можно находить в соцсетях. Но для этого нужно, скажем так, либо какие-то автоматизированные сервисы, либо садить человека, который будет искать, скажем так, этих клиентов и каким-то образом базу наращивать. Вот. Знаю, что есть возможность технически выгрузить базу, подгрузить, ну, в Excel, например, подгрузить в Facebook и там настроить таргетированную рекламу. Каким это образом делается, я не знаю. Если кто-то знает, подскажите. Может быть, в комментариях напишите специалистов какого-то. Вот. Но я знаю, что это возможно. СММ – это отдельный такой, отдельный большой кусок работы, который нужно брать, который большое будущее. Ну, это отдельная глава, скажем так, продвижения на Амазоне. Вот. То мы можем зайти в каждого нашего покупателя, посмотреть его историю, что он делал, покупал, сколько покупок у него было. Вот можно по количеству покупок отсортировать, например. Соответственно, ну, зачастую бывает, например, мы даже не знаем, что некоторые покупатели покупают неоднократно. Таким образом мы можем, например, вычислить оптовых покупателей. Возможно, дропшипперы, которые дропшипят с вашего магазина, например, на тот же самый eBay. Бояться таких покупателей не стоит, потому что они вам рекламируют ваш товар. Более того, я бы даже с такими покупателями связался бы и предложил бы им более выгодные условия и поставлял бы им товар напрямую, не через Амазон, как вариант. Опять же, это могут быть какие-то розничные магазинчики, которые покупают ваш товар и перепродают. Почему бы и нет, как бы. Таким образом можно отсортировать по количеству покупок и посмотреть, даже не заходя в салер-центр. Можно отсортировать по количеству ревью, по ревью. Опять же, если покупатель по каким-то причинам вы хотите им не отправлять письма, у меня, например, был... Пасик мне написал, что, извините, не высылайте мне на этот адрес, пожалуйста, я им перестал пользоваться. Вот, высылайте мне на такой-то адрес. Но, к сожалению, Амазон адреса не пропускает. Я ему написал, что, к сожалению, я ваш адрес не увидел, потому что ваш адрес Амазон затер. Но я понял вашу просьбу, как бы, я его поставил в blacklist, соответственно, ему письма не уходят, если он будет что-то покупать. Так, ну вот, например, здесь мы можем перейти на вкладку ревью, посмотреть, какие ему были оставлены отзывы. Вот, например, последние три отзывы. Я могу на каждый заказ зайти и посмотреть вообще, что, какая ситуация по этому заказу. То есть, поставлю... Вот, могу нажать, например, остановить, посылать письма для этого заказа. То есть, как вариант, если вы уже получили ревью, нет смысла посылать клиенту письмо о том, чтобы он оставил вам отзыв. То есть, это можно автоматически в шаблоне прописать. Можно вручную отключить отсылку писем для этого ордера. Вот здесь вкладка фидбэков. То есть, можно посмотреть, какие фидбэки оставлены. Вот, соответственно, по данному респондеру, какие мне оставляли фидбэки. Тоже можно посмотреть. Вот, кстати, ситуация была. Девушка Трэйси Томпсон оставила мне негативный фидбэк одну звезду. Вот. Как выяснилось, да, там была проблема с товаром. Я этот товар заменил. Мы решили вопрос. И она мне оставила, вот, Трэйси Томпсон, оставила мне 10-го числа. То есть, как бы, вот. 4-го февраля мне прилетел негативный фидбэк. Я получил уведомление, мы разобрались с клиенткой. И 10-го февраля она мне написала пятизвездочный отзыв. Сейчас она мне должна удалить фидбэк. Я попросил, чтобы она удалила фидбэк. Но она не разобралась сначала, как это сделать, куда зайти. Я ей сбручил инструкцию. Ну, посмотрим. Я думаю, сегодня-завтра, скажем так, решим я этот вопрос. То есть, вот, достаточно показательный пример пользы от авториспондера в наличии. Ну, то есть, у меня было автоматически настроено письмо, которое ей входило. Честно, позволило мне оперативно отреагировать на ситуацию и, скажем так, ее благотворно разрешить. Вот. Если бы еще были автоматически настроены какие-то письма там, успокаивающий клиента, вот, может быть, еще проще было. Может быть, фидбэка не было бы плохого. Так. Здесь. Ну, это вот товар. Тут у меня один товар подгружен. Есть несколько, там будет список товаров, то есть, по которым мы управляем, которые мы подключаем к нашей авторассылке. Магазин. То есть, одна из функций Зонмастера, что можно подключать несколько магазинов. То есть, вы можете взять своего товарища, друга на аутсорс и управлять рассылкой писем для него. Либо подрядчик выступает. То есть, взять какого-либо клиента магазин на обслуживание, естественно, заниматься рассылкой писем. То есть, можно подключить несколько магазинов. К каждому товару можно, помимо вот этого длинного тайтла, можно прописать еще короткий никнейм, чтобы, например, в письмах не фигурировало длинное название товара, а коротенькое какое-нибудь, как сопрощенного вы его называете. Тоже здесь управление товаром происходит. То есть, это вот магазин. Здесь настроены три шаблона. Вот они все включены, все работают. Я любой могу в любой момент отключить. То есть, например, я не хочу, там второе письмо убираю, я его отключаю, только подтверждение ордера, и третье письмо, например, использую в рассылке финальной, там, с просьбой отзыва. Так. Ну вот, тут же можно посмотреть заказы, посмотреть наш ревью тоже в этой же вкладочке сразу. Вот, например, таким образом выглядит вкладка, когда мы кликаем на какой-либо из ордеров. То есть, мы кликнем на любой ордер, который все ордера, которые в любом отчете встречаются, они кликабельны. То есть, мы нажимаем и попадаем, что вот у нас вот такой-то покупатель, вот его адрес, статус доставки доставлен, сразу же показано, какой службой доставки он доставлялся, службой UPS, сразу же есть трек, трек тоже кликабельный, если мы нажимаем на трек, мы сразу же попадаем на сервис той почтовой службы, которая занималась доставкой, и сразу же там можем посмотреть тоже ситуацию. Ну, в принципе, она подтягивается, то есть, она показывает, что уже по сути доставлено. Можем блатнесс отправить покупателя, можем прекратить ему отправку писем, вот, тут же внизу показывается статус вообще нашего товара, то есть, он отправлен, доставлен, ну, вот каким образом это все выглядит. То есть, вот, была покупка, товар отправили, получил он первый e-mail, оставил ревью, в момент получения, то есть, сразу получил, сразу же и ревью оставил. В принципе, замечательно. И, в принципе, я ему еще в догонку два письма послал. Вот. Можно было бы автоматом настроиться, как только ревью получено, письма ему больше не отсылать. Ну, у меня не было настроено. У него шаблон был стандартный, скажем так. Вот. Все как бы... Вот, отзыв человек оставил. Сразу вот показывается ревью. То есть, как бы... Ну, дальше... Как бы... То есть, какие письма мы отправляем, какой отзыв. Все расписано. Вот, каким образом там выглядит шаблон. То есть, когда мы настраиваем его, название шаблона придумываем. То есть, включить этот шаблон, показывать ссылку отписаться, либо нет. То есть, ну, на каждом шаблоне мы можем поставить ссылку отписаться, чтобы клиент мог отписаться от рассылки. Здесь мы называем, ну, тему, как бы... То есть, чтобы нам было понимание вообще, о чем это письмо, в принципе. А... Что это за ерунда, вы скажете? Так. Выбираем канал продаж. Ну, Amazon у нас в умолчании. Выбираем тридер для отправки. То есть, тут различные варианты есть. Ну, посмотрите, понастраивайте тут. При поступлении ревью, при непоступлении ревью, при поступлении фидбэка, аппетитизологичного. Ну, тут различные варианты. То есть, в каком случае мы отправляем письмо. Здесь мы выставляем, какой промежуток времени должен произойти после того, как наступило наше событие. Здесь мы выставляем, в каких случаях доставляют нам письмо. Тем покупателям, которые повторяются нам отправлять письма, либо не отправлять. Здесь мы выбираем. То есть, для повторяющихся покупателей. То есть, возможно, например, если покупатель тот же самый продукт покупает, но нет смысла его опять просить ревью оставить. Вот. Может кто-то его будет разрывать. Вот. Например, не отсылать письма, например, в каких случаях. То есть, когда, например, о получении негативных типов нет смысла отписать письма. Вот. То есть, ну, все подробно можно настраивать. Здесь в HTML вы прописываете шаблон, используя различные переменные. Ну, как бы, это уже такая более озорческая работа. Уже, скажем так, те, кто немножко опыт имеет в настройках шаблонов, ну, могут экспериментировать. Ну, по умолчанию хватает, в принципе, старта и старта этих обычных шаблонов, которые уже изначально предзагружены. Так. По ордерам, опять, я вам показал. Ну, вот еще один из ордеров. Примерно, как выглядит тоже вот есть ситуация. Например, вот, кстати, по-моему. Да, Tracy Thompson специально подгрузил, показать, вот какая ситуация была. Купили товар, отправили, письмо пришло, товар доставлен, второе письмо отправил, получил негативный фидбэк. Сделал рефанд, подрешал вопросы, высылал ей товар новый, и она мне оставила подрезодочный отзыв. Вот. И все это визуально. Сейчас его видно. То есть вы можете посмотреть, что вообще с этим ордером происходит. Так. Ну, вот. Текст отзыва. Текст фидбэка. Детали отзывов. Ну, вот, например, как это вот я переходил по ссылке. Ссылка кликабельная. То есть можно перейти и посмотреть вот сайт EPS, например. Даже не переходя, а просто кликнув на номер трека. Вот на сайт EPS перешел. То есть статус доставлен. Ну, это видно сразу, в принципе, в интерфейсе ZenMaster. То есть не нужно даже переходить на сторонние сервисы. Здесь вот магазины управления магазинами. То есть, как я сказал, можно несколько магазинов только включить. Вы можете активировать, деактивировать магазины. Удалять, добавлять. Ну, в принципе, вкратце, скажем так, рассказал. Вот. Важная особенность данного сервиса, что вы смогли заметить, например, да, по отзывам. Вот, например, да, фидбэки и отзывы. Например, отзывы. Что здесь Амазон соотносит ваши отзывы и ордера. То есть вы, когда получили отзыв, можете найти тот ордер, по которому был оставлен отзыв. Зачастую клиенты имеют на Амазоне один ник, но реальное имя у них может отличаться от этого ника. Тут, как правило, где покупатели не указывают реальное имя, потому что им почтовая служба приносит товар. Соответственно, им там нужно расписаться или получить этот товар. То есть могут запросить, кто получил товар. То есть они пишут, как правило, здесь реальная имя, когда регистрируется. А никнейм они могут придумать какой угодно. То есть это может быть просто Амазон Кастомер незаполненный. Соответственно, когда вы получаете отзыв от Амазон Кастомер, вы не знаете, кто это. Трейси Томпсон или это там Ребекка Фидлер или там Эстер Рамирос. Вот. Вы видите Амазон Кастомер. Как вам найти этого человека? Кто у вас купил товар? Понятия вы не имеете. То есть, ну, есть там лазейка через код страницы. Ну, не каждый, я думаю, сможет заморочиться и найти как бы. То есть это уже для ребят, которые немножко больше знают компьютер. Здесь ничего искать не нужно. Здесь сразу автоматом вы видите, что вот есть ордер, вот есть покупатель, который оставил вам этот отзыв. Соответственно, вы можете прийти всегда, если особенно негативный отзыв. Вам нужно связаться с покупателем максимально быстро. Вы кликнули на ордер и сразу попали в покупатель. То есть вы видите, по какому ордеру был оставлен этот негативный отзыв. Это очень удобно, если нужно быстро и оперативно отреагировать. Ну, вот. Как бы, насколько я знаю, пока ни в каком автореспондере эту функцию не добавили. То есть основная была беда, что люди не знают, как вообще узнать, кто им написал. Ну, соответственно, если вы видите, отзыв есть, а ордера нету. То есть этот отзыв, по-моему, не попадает вообще сюда. Вот эту табличку. Значит, вы понимаете, что этот отзыв вам был оставлен без покупки. То есть у вас товар не покупали, а просто вам написали отзыв. Такие отзывы Amazon тоже пропускает. И иногда они даже получают статус верифицированного отзыва. Я не знаю, в каких случаях это является. Могу предположить только, если, например, у вас был байбоксер. И кто-то купил товар, но не у вас. То есть вроде как купил ваш товар, но не у вас. Соответственно, у вас этого ордера нет, но отзыв вам оставили. Вот. Может быть, в таких случаях. То есть у меня есть такой отзыв. Три звезды. Как бы Amazon Customer. Но этот человек у меня не покупал. Сто процентов. Но у него стоит верифицированный отзыв. То есть как бы... Ну, могу предположить, что это конкурент. Специально, скажем так, такую бяку сделал. Но там отзыв, в принципе, безрамотный, бестолковый. Он, наоборот, мне даже, скажем так, плюсов добавляет. Потому что там, ну, как бы, те недостатки, которые там описаны, они большинство покупателей воспринимаются как преимущество. Но ситуации бывают разные. И, на самом деле, вот так много же вы можете определить, кто же вам все-таки отзыв оставил. И максимально быстро отреагировать на эту ситуацию. Ну, как бы, вот что хотел рассказал. Теперь вопрос. Каким автоиспонтером пользоваться, это уже каждый сам выбирает. На данный момент это самое оптимальное по соотношению ценное качество. Скидок никаких нету. Акций никаких нету. К сожалению, и так цена низкая. Поэтому не удалось нам договориться с производителями. Мне сказали, и так дешево, куда еще дешевле. Да, куда уже дешевле. Если подражает со временем, может быть, что-то они придумали. Вот, но... Мне единственное, знаешь, что каждый раз удивляет? Почему? Так, покупатель плохо относится к рассылке Амазона. То есть, Амазон уже после каждой покупки нам кидает «А пожалуйста, оставьте отзыв». Там с ссылками, со всеми делами. Я постоянно таким образом и делаю отзывы. То есть, мне уже какая-то привычка, я не знаю, но я уже, наверное, с этими Амазонами со всеми как бы привык. И там, Алиэкспресс, Амазон. Я сейчас с Алиэкспрессом мучаюсь. Товар получаю и прям бегу быстро им это. Поставить галочку типа. И у меня два товара уже с браком. Сегодня переписывался с Алиэкспрессом. Говорю, а есть гарантия вообще Алиэкспресса? То есть, у меня наушники меньше месяца прожили. Но они как бы, блин, 30 долларов все равно. Деньги есть. В любом случае, ну, как-то это самое, неприятно. Или 36 долларов, что такое. Ну, короче, два рубля. Вот. То есть, все равно меньше месяца неприятно. На днях я купил эту зарядку для айпада. А у меня это порвалось, короче. Ну, как обычно. Вот это два года отжил, он все. Я привез новый, аж трехметровый. Думаю, сейчас подключу, будет лафа. Выкидываю, короче, старый. На утро встаю, и у меня новый не работает. Мне, короче, сейчас ни нового, ни старого. У соседей взял провод, верно. Заказал сейчас на Алиэкспрессе опять. Ну, и надо съездить по-быстрому, какой-нибудь кореновый купить. Вот так вот. И гарантии никакой нет. То есть, зачем я писал. То есть, такое ощущение, действительно, не хочется подтверждать. А мне группа поддержки, эй, в этой службе поддержки Алиэкспресса говорят. У них, кстати, классно. У них отзыв написал, и все, отдыхай. И именно только на, если купил. То есть, ограничение по времени. То есть, в этом отношении они молодцы. Ну, там, да. Там, кстати, настроено, что самое Алиэкспрессе. Да, там все просто, е-мое. А здесь вот как-то заморочено. И эти могут написать. И эти не могут. Этим дают. А вот этим сегодня не дают. Слишком все мудро. Я, кстати, этот вопрос поступил по монтажу. Я, кстати, записываю. Я поставил на запись. Так что, в принципе, у меня должно быть нормально. Со звуком все хорошо. Ну, может, там не перекинут, да и все. Я посмотрю тогда, да. Просто подрежу там, если какие-то лаги. Давай. Какие-то глюки. У меня потому, что я говорю, что ты в этот раз видишь, мне там тускает, раз и не перебрасывает. Заведем тогда, да. Сейчас в конце я сажусь за компьютер, отошел, смотрю, у меня сейчас все обалденно. А так какая-то фигня. Ну, как. Ну, что? Сейчас по вопросам. Да, давайте вопросы. В любом случае по респондерам. Просто, может быть, здесь именно в этом и проблема, что не набирается, грубо говоря, количества людей. Может быть, с этим связано. Вот. Так. По вопросам. Опыта. Опыта. Чем Зонмастер лучше других автореспондеров? Ну, я уже рассказал, чем лучше. Во-первых, дешевый. Во-вторых, функционал есть такой, у которого нету того же самого, например, кого-то, например. Фидбэкер, например. Фидбэк Файв, Фидбэк Джениус, например. У них ни одного нету, например, соотношения отзывов и ордеров. У кого есть? Интересно. Ну, это уже такие. Это уже такие. Это уже такие. А, просто это уже такие микро-микро-моменты, которые очень-очень такие специфические. То есть это уже для тех людей, которые в теме, так скажем, кто уже именно с автореспондерами уже поработал, ищем сравнить. У дорогих автореспондеров есть тонкая настойка. Ну, там, как Фидбэк Джениус, да? На Фидбэк Джениус денег стоит, как бы. Сколько он стоит? Можно себе позволить, например, тарифные планы. Быть голословным, например, посмотрим, да, Фидбэк Джениус. Открываем. Так, так, а ты меня... Меня не видят экран, да? Да. Сейчас... Я уже отключил. Сейчас он подключится. Ну, не сложно. Нет, нет. Идет, когда все видят. Все сейчас подтянется. Я смотрю, что в Фейсбуке творится. Я просто говорю, не успеваю. Почему-то сегодня как-то это... Ну, 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 вот, например, Фидбэк Джениус, да? Тысяча писем – 20 долларов. Три тысячи писем – 40 долларов. Десять тысяч писем – 80 долларов. На порядок, почти. На Зонмастере, получается, 5 тысяч писем за 10 долларов. Ну, даже рядом стояли, так сказать. Ну, вот 40 долларов, даже, например, за 3 тысячи писем, ну, это... Четыре раза можно получить в Зонмастер. Возможно, тут есть какие-то фичи, которых нет в Зонмастере, но 40 долларов, знаете, платить за автореспондер, я думаю, не каждый сможет. За год это 400, там, 500 долларов выкинуть просто так вот, как бы, а вдруг пользы никакой не принесет. Может, это 400 долларов проще потратить на заказные ревью и не заморачиваться с этим автореспондером. Да, ну, тут есть смысл еще однозначно, то, что просто это альтернатива, никто же не говорит, что переходите. И плюс, надо не забывать, мы эти все прямые эфиры ведем, это лайт-формат и формат для новичков, формат для тех, кто этим недавно занимается, у кого там один-два товара. Мы не говорим про профи, у них там затраты совсем другие, и потребности совсем другие, то есть надо это тоже понимать. Потому что это как раз нацелено на ту аудиторию, которую мы планируем для себя, то есть распланировали. Как у Фидбэк 5 хотел найти? А селсбэкер не помнишь, там двадцатка вам тоже? Селсбэкер? Не помню уже. Я просто на селсбэкер, да. Селсбэкер хорошо использовать тем, у кого еще неизвестно сколько продаж, бесплатный тариф запустили, пускай гоняет его. Ну вот, тысяча шестьсот писем девятнадцать долларов, четыре тысячи писем сорок долларов. Тоже, как бы, сорок долларов за четыре тысячи писем. Тоже не каждый может себе это, например, позволить. Вот тысяча шестьсот, но это такой оптимальный тариф, в принципе, для тех, кто немного продает, девятнадцать долларов. А раш сколько? Единственное, это будет отличие, там, Амзераш. Да, у них там что какие-нибудь? Амзераш, ну да, наверное, где интересно. Сделаем бесплатную рекламу. Там еще трекер, в принципе, есть. Ну да, да. Но там нет суперурал. Поэтому, получается, как бы, вроде там и функций больше. Как не пишите? Ой, Ру, почему я Ру. Мы, как бы, вот эти обзоры делаем. Именно мы считаем эти программы для нашей аудитории, для нашей группы начинающих продавцов, самые оптимальные. Следующий четверг. Следующий четверг. Следующий четверг. Будущий. Ну вот планы, например. Тысяча девятьсот емейлов сорок долларов. Ничего себе, неплохо. Но тут еще трекер есть. Ну тут трекер есть, да. Но трекер на Амзераш стоит двадцать долларов. Минимальный тариф, как бы, да. Который будет в любом случае больше, чем здесь минимальный тариф. Но мы еще, наша рефералка, плюс это уже средний тариф. Да, это получается сорокодолларовый тариф, как бы, сто десять ключей. Пятьдесят, по-моему, продуктов или сто продуктов. Вот. И плюс, ну, например, за двадцать долларов мы настроили Амзераш получили супер ОРЛ, которого нет в Амзераш, за который вам все равно придется платить какой-то дополнительный сервис подключатель. Ну, ученикам там не стих. За десять долларов автореспондер. То есть вы, получается, за тридцать долларов получаете пакет, который превосходит и Джинниусы, и Амзераш, и все сервисы там, ну, на две головы. А, там единство у учеников скидка просто. Ну, им, наверное, может быть выгодно. То есть, а так. Ну, в любом случае, мы предпочитаем профессиональный, как бы. Здесь это достаточно молодой сервис. Может быть, он и хороший, мы не спорим. Но, в любом случае, мы вот на данный момент выбрали и работаем. В принципе, люди, кто пользуются, хвалят. Но, опять же, кто-то пользуется им за десять долларов, которые еще на старте подключили тариф. Конечно, платить сейчас, например... Сорок баксов как-то не улыбаешься. Ну, это стандарт, например, да. Стандарт. Ну, вот стандарт, например, сто пятьдесят продуктов. Так, и сколько слов? Сто пятьдесят слов. Вот, например, да. Basic. Шестьдесят слов. Ну, вот шестьдесят слов, например, да, Basic. Basic. 20 долларов. 20 долларов вот вы заплатите, например, будете использовать 10 продуктов и только 60 слов. С 20 долларов на MZ1 вы получаете 110 слов. 50, тоже, думаю, продуктов. Ну, тут 800, только 800 писем, в принципе, для любого продукта это мало. То есть, вам в любом случае придется попросить хотя бы на стандарт. Потому что 800 писем, даже если вы будете по одному, ну, по два письма, например, отправлять, да, то это 400 продаж. Один продукт добавился, и все, и вас уже будет не хватать. 1900, ну, как бы уже веселее, конечно, но все равно это не пять тысяч писем за 10 долларов. То есть, ну, есть плюсов много, я не спорю, как бы. И, возможно, и здесь есть свои какие-то плюсы. Вот. Кто-то говорит, что точнее показывает. Кто-то наоборот. Может быть, да. Кто-то говорит, что AMZ Tracker лучше всех показывает. Опять же, я использовался AMZ Tracker, AMZ One. По сути, AMZ One когда-то, наверное, скопировали с AMZ Tracker. Может быть, AMZ Tracker обижаются на AMZ One. Но, как бы, сервис работает. У меня какая разница, кто-то у кого скопировал. Он работает, я деньги плачу, все честно, отрабатывает. Конкурент-то такое дело, что и делаешь. Да, как бы тут вариантов много, на самом деле, сервисов. Если у кого-то новые какие-то интересные сервисы появятся, предлагайте. Никогда никаких проблем на обзор, посмотрим. Я всегда в Севернград использую, попробую что-то новое. Вот. Есть много сервисов интересных, которые я изучаю. Например, которые уже такие более продвинутые, позволяют оптимизировать свои затраты. То есть, например, оценивают, правильно ли вам производятся возвраты на AMZ One. То есть, правильно ли вам размещают потери какие-то. Сколько у вас было потех, сколько возмещено. То есть, все ли вам возмещено. Плюс, есть, анализируют затраты ваши по рекламе. Есть сервисы, которые полностью считают вашу прибыльность, доходность, все необходимые параметры вбиваете. Но с каждой продажи считают, сколько вы заработаете. Счетом журналы на рекламу. Анализируют ваши склады. То есть... Ну, это уже комбайны. Это уже комбайны профессиональные. Это уже мощные такие продукты. Но они стоят там уже хороших денег. Там уже ценники на некоторые продукты достигают 200-300 долларов в месяц, например. Это не для нас. Но если у вас оборот там 20-30 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, и у вас много продуктов, конечно, вы не обойдетесь без какого-то такого комбайна, который будет позволять автоматизировать вам многие процессы. Но это уже следующая стадия. Дорастем мы до таких, скажем так, программных продуктов. Будем обзоры таких программных продуктов делать, чтобы, скажем так, нашей аудитории это было интересно. Потому что, ну, я думаю, большинство понятия еще не имеют вообще. Зачем? Зачем вообще Амазоны? Что да? Как его едят? Ищут таинственную кнопку кубоку. Кнопки нет. Была бы кнопка, мы бы ее продавали бы очень дорого. Да, Денис? Да. Да ей продавать не надо. Зачем вообще чем-то заниматься? Просто нажал на нее и столько же месяцев изменил. Сто процентов. Вот. Тут и продавать смысла особо даже не надо. Вот. Работать надо. Много усердно. Как и в любом бизнесе. Вот. Любой товар вы пытаетесь продать. Вышли на улицу продать стакан семечек, как я уже написал. Его надо продавать. Его надо рекламировать. Надо как-то зазывать свою аудиторию. Надо собирать трафик тот же самый. Да. Нужно выбрать, где его продавать. В какой нише, в какой категории, скажем так. Вот. По какой цене. Какую обложку ему сделать. Просто в стаканчике. Либо его там в пакетик насыпать. В кулек какой-то. Либо кольцевую обертку завернув. То есть. Точно так же и Amazon. Много факторов нужно очень есть. И реклама. И трафик. И сервисы продвижения. То есть. Это такой же бизнес. Как и обычно. Только единственный, но очень большой плюс. Что все можно сделать удаленно. И многие процессы можно автоматизировать. Это просто окно в мир на самом деле. Это вообще просто мечта. Окно в мир. Да. И у вас необъятная аудитория. Журавль в небе, так скажем. Находитесь в городе, да. И продаете семечки. То вы ограничены вот рамками этого города. Рамками района. А возможно даже рамками там. Рынка. Одного. Да. А когда вы продаете на Amazon. Вы не ограничены. Вообще никак. То есть. Чисто технически. Только вам настроиться грамотно. Как вам документы собрать. Отключить. На самом деле есть тоже ограничения. В США. В США. В США. Есть ограничения. Но они просто настолько глобальные. Что даже. Представить это очень сложно. Просто объективно. Вот сейчас вопрос задали. Зонмастер. Киеверт инспектор. Рамзуан. На самом деле. Можно обойтись без них вообще. Можно обойтись без проблем вообще. Я например. Когда стартовал. Я вообще ничем не пользовался. И ничего не знал. Можно. Письма. Если продажи. Небольшие. Автоматизировать. Самому рассылать. Киеверт инспектор. По тайтлам пройти. Проанализировать. По косвенным факторам. Амзуан. То же самое. Забили. Протрекили. Один продукт. Можно периодически. Причем. Заходите и искать себя. Где вы находитесь. Это в принципе. Это не обязательно. Нет. Зачем. Ты ключевые фразы. Просто забил ключи. У меня была таблица. Я каждое утро заходил. И себя в таблицу заносил. То есть я прям чпок. Меня нет. Я пошел. К первой странице. Смотрю. Нет. Расстроился. Пошел к обратной странице. Ну вот. Себя нашел. Страницу зафиксировал. Эти сервисы просто. Они экономят ваше время. Если у вас времени много. Конечно. Конечно. Оно у вас дешевое ваше время. Соответственно. Вам нет смысла платить за какие-то сервисы. То есть. Все ценой времени. То есть. Если ваше время дорогое. Да. Вы уже не можете себе позволить. Например. Использовать его. Соответственно. Вы подключаете сервис. Который вам обходится дешевле. Чем ваше время. Соответственно. И вы выигрываете. Там час. Два. День. Мы подбираем оптимальный набор. И причем. Например. Keyword Inspector. Он не обязательно. Опять же. Можно без него пользоваться. То же самое. Есть люди. Которые на Keyword Inspector. Есть кто на Paper Clicker. Я Keyword Inspector. Например. Использовал только разово. Я собрал ключи. И то. Потому что я вообще не имел. Как их искать. Ну да. А я могу вам вручном рассказать. Я их разово собрал. Вот. Настроил себе. И все. И как бы. И работаю. Дальше я к нему не возвращаюсь. Сергей Власевич. Он его использует. Именно как трекер. То есть. Он постоянно цепляет. Какие-то новые ключи. Оценивает свои позиции. Позиции конкурентов. Вот. Это его метод. Скажем так. Ему нравится. Он работает. Самое главное. Потому что он продвигается. Он неплохо ранжируется. За счет этого сервиса. И находит. Находит все ключи. Которые мы можем просто найти. Да. Которые мы даже в принципе не обратили бы внимание. Потому что I'm the one. Например. Ну туда нужно какие-то ключи поместить. То есть. Для того чтобы за ними следить. Их нужно где-то взять. Вот. Вопрос где их взять. То есть. Их из головы придумать. Воспользоваться сервисами. Которые просто подберут вариации. Типа как мерчан. Да. Либо уже живые ключи попробовать парсить у конкурентов. Которыми конкуренты пользуются. Не всегда эти ключи может быть хорошие. Те которые. Которыми пользуются конкуренты. Но. Как вариант. За неимением других. Можно попробовать и. То есть. Тут зависит еще от конкурентов. Конкурент грамотный. Толковый. Значит. Он хорошо подобрал ключи. Значит. Ну. У вас все тоже будет хорошо. Если конкурент. Тоже новичок. И он там непонятно откуда их нахватал. Я не могу. Тоже непонятно. Ну. Все как бы у бестселлеров берут. Все у топов берут. Так что в этом отношении все как бы понимают все. Это как я сегодня статью читал. Кто-то кинул в чат. Топы тоже. Понимаешь. Топы топом рознь бывает. Топ. Например бренд. Я вот сталкивался. Крутой бренд. Типа айфон. Нафига ему какие-то ключи забивают. Согласен. Согласен. Ну. Это все должно быть балансировано. Которого они читают по бренду. Например. Они там заходят Nike. Там кроссовки Nike. Ну да. Иголы не забивают. И все. И как бы ему не важно там какие там красные полоски. Белые. Синие. С какими. Для женщин. Для детей. Для мужчин. Для юнисекции. Ну. Я говорю. Ну. Это вот. Как сегодня я статью читал. И кто-то там американский. От 3 февраля свежая статья по поводу того. Как у нас бабушки на это самое. Любят. Вот там что-нибудь ни о чем поговорить. Мы так же и там. Что. Какие банальные вещи. Как будто продавцы дебилы просто. И они вот все время набирают только одни положительные отзывы. И у них вот так. Вот так. Вот так. И они нас аж вычислили. Просчитали. Но это дерзкий лепет. Все понятно. Что есть товары где. Отзывы сплошные плюсы. А сплошные пятизвездочные. Есть. Ну блин. Все равно. На самом деле. Взять любого покупателя. Да. Вот. Они все хотят читать отзывы. Ну когда мы заходим. Выбираем товар на Алиэкспресс например. Мы все хотим выбрать товар который с отзывами. Хотим чтобы были фотки. Расширенные. Расширенные конечно. Желательно чтобы фотки были живого товара именно. То есть. Не то что там от фотошопа. А в реальном использовании. То есть. Мы стараемся искать. Ищем какие-то негативы. То есть. Мы все ищем. Но сами писать эти отзывы не хотим. То есть. Мы когда покупаем там 99% положительных впечатлений. Мы никогда не пишем отзывы. Мы купили товар. Все классно. Все хорошо. Мы ничего не пишем. Как только какой-то косяк. Мы тогда да. Да. Вот как у меня. Жалобную книгу написать. Вот. Покупатели хотят видеть больше объективной информации о товаре. Но сами не хотят участвовать в обсуждении. Самое. Знаете что смешное. Человек вот этот писал в статье. О том что. Возвратов нет. То есть. Амазон. Как вот я на днях разговаривал с человеком. Как раз по курсам. С Америки. И вот он. Записывался на курсы. Мне рассказывал. Американцы. Такие люди говорят. Специфические. То есть. Если у нас возьмешь открывашку. Говорят. Начнешь открывать. Она не открывает. Там. Ну я не знаю. Там. Она запакована. Ее надо на счету нажать. Прожать. Открыть. Закрыть. Закрыть. То есть. Человек начнет там описание читать. Например. Как там ему там замутить. Американец нет. Он открыл. Нажал. Не сработал. То есть. Он не додумал. И все. И он возврат оформил. Привет. И за это я говорю. Они как будто это. С витриной и милиницей. Они борются в этих статьях. Статья ради статьи. Нам надо понимать их менталитет. Это сложно. Просто реально в голову не укладываются те вещи. Которые вот слушают. Многие. Например. Вот по поводу возвратов. Тема такая интересная. Да. Опять же. Вот это фидбэки. Опять же. Негативные. То есть. Люди начинают. Вот мне например. Клиент написал там. Что вот. Там проблема. Хочется сделать возврат. На самом деле. Не думайте. Не заморачивайтесь. Как бы. Если товар недорогой. То есть там. Вы не продали там. За 200 долларов товар. И вам. Сильно это ударит. Как это. Лучше верните. Ему. Средства потраченные. Как бы. Постарайтесь разобраться в ситуации. Вот. Если клиент нормальный. Адекватный. Как правило. Он это воспримет очень хорошо. Более того. Лучшим другом вашим станет. Если вы еще ему бесплатную единицу выслите. Например. Таких вот. Потребительских экстремистов. Которые будут специально вас там раздражать. Питаться там. На этом нажиться. Как специально будут ломать. Их не так много. Это просто как статистическая погрешность. Учитывайте это. Как на затраты сразу закладывайте себе. Что вот. Ну. Бывает. И дурачки попадаются. К сожалению. Никак без них. В основном это конкуренты на самом деле. На большинство будет нормально. С которыми можно решить. Ну. Действительно что-то сломалось. Или не разобрались. Или не подошло. Сделали возврат. Объяснили ситуацию. Больше шансов. Что вы получите еще какой-нибудь хороший положительный фигбэк. Они знакомым посоветуют. И сами еще купят. Да. Да. Ну. Бывает всякая ситуация. Бывает человеку не подошло. Бывает он купил. И потом еще один товар. На Новый год. Когда праздники. Очень много было возвратов. Просто потому что. Покупали все подряд. Надо не надо. Скидки. Распродажи. А потом. Вот это не надо оказывается. А тут уже обмен. Две штуки купили. И вот. Как бы за неадностью. Часто возвращали. Таких вот. Действительно бестолковых. Покупателей. Не так и много. Их очень мало. Которые действительно дурачки. Которые будут вам. Нервы портить. Поэтому сделали возврат. Забыли и все. Крайний случай. Если он будет вас домогаться. Начинать. Бурить голову. Вы просто переписку. Чат этот. Амазон. Они написали. Смотрите. Неадекват. Я им пошел на встречу. Отреагировал. Отрицательных отзывов не было. Все хорошо. Он меня прессует. Его даже могут забанить. В принципе. Если он будет заниматься такой ерундой. Проверят. Может быть он уже неоднократно. Постоянные возвраты оформляет. Например. Постоянно доводит до истерики продавцов. И его могут просто забанить. А большинство клиентов нормально реагируют. Да я говорю. Большая часть. Большая часть это мы сами. Друг у друга душим. Вот этими всеми делами. Вот. Потому что я тебе говорю. Реально негатив в основном. Мне кажется. В большей степени изливается из конкурентов. Сто процентов. Особенно китайцы. Которым вообще терять нечего. Они в принципе ничего не боятся. У них сто пятьсот аккаунтов. Подумаешь. Какое-то там. Если даже и забанят. Он новый запустит. И ничего страшного. Ну вот. Короче. В любом случае. И. По поводу лайвов. По поводу нашего обучения. Лайвов. И так далее. Все как было. Так и есть. Ничего не изменилось. В любом случае. Все эти лайвы будут продолжаться. Просто будет формат. Изменяться. В плане того. Что. То есть. Мы какую-то информацию додали. Надо новые идеи придумывать. Вот. Следующие. Лайв. Это. Люди. У которых есть свободное время. Которые могут. Посмотреть это. Послушать. Ну. Какие будут. Сегодня. Завтра. Послезавтра. То есть. Ну. Охватить и послушать все. Как бы. Не у каждого есть на это время. И. Скажем таки возможности. Да. Все это переварить. Переосмыслить. Вот. У кого времени нет. Например. Да. Человек. Есть возможность. Например. Где-то обучаться. Понятно. Что он. Будет сразу. Узко. Целенаправленно. Ту информацию. Которая ему нужна. И дозирована. Вот. У него нет. Информации у нас на лайвах есть. В интернете. В ютубе. На американских форумах. Пожалуйста. Необъятное количество. То есть. Можно ее. Черпать. Фильтровать. Переосмысливать. Вот. Делиться с нами впечатлениями. Какими-то интересными. Вот. Пожалуйста. Но. На это нужно время. И много времени. Ну как. Информации очень много. Тем более. Каждый день появляются какие-то нововведения. Вот. Удобно когда-то можно в формате клуба обсудить. Какие-то поднять вопросы на обсуждение. Мы получаем какую-то информацию. Мы делимся какой-то информацией. Вот. Продавцы которые уже продают. Они сталкиваются с какими-то ситуациями. Сложными. Нестандартными. Которые ни у кого еще не будет. Такой ситуации. Соответственно. Мы обучаемся. И мы эти ситуации разбираем. И. Скажем так. Доносим ее до других пользователей. Уже как бы. Минус один вопрос. Следующий лайф. Планируем по Helium 10. Он как раз получается у нас бесплатный. Ну. Отчасти. Тех баллов. Те сервисы которые нам нужны. Они бесплатные. Вот. Да. То есть мы там. Ну там можно еще 30 баллов получить. Три видео просто пересмотреть. И получить 30 баллов. Еще и платно воспользоваться. Сервис очень серьезный. В следующий четверг. Денис расскажет. То есть я в принципе по нему работал. Я понял одно. Что. Можно. Ну естественно там отфильтровать. Профильтровать все ключевики. И конечно в итоге. Основной. Основной его плюс. Это просто тоже. Опять же экономия времени. То есть это можно в Excel. В табличке. Там. Макросами. Что-то делать. Пытаться. Оптимизировать. Но зачем. Этим заморачиваться. Если можно все бесплатно сделать. При помощи сервиса. Шаблоны писем. В любом случае можно сделать в любом. То есть изменить шаблоны писем. Шаблоны писем. Есть стандартные. Там. Я говорю уже три варианта. Три письма по сбору фидбэков. И три письма по сбору ревью. По автоматам подключаете. И с ними работаете. Если свои. Ну тут свои. Они на то и свои. Что это нужно самому. Взять и написать. Поискать в интернете. Нанять копирайтера. Например. Который вам напишет. Именно под ваш продукт. Интересное. Красивое письмо. Которое действительно найдет отклик. В сердцах ваших покупателей. Вот. Вот эта вот вилка. Эта израильская. Я поищу. Она у нас проскакивала. В ветке. Если ты себе ее сохранил. Я сброшу следующий комментарий. Здесь. К этому видео. Вот. Посмотрите. На пост. Ну интересная идея. Как бы. И в принципе. Ребята уже пытались реализовать. Ну. На самом деле. Помогает. Так. Запасить. От негативных. Особенно. Когда бывает вопрос. Такой непонятный. Покупатель. То ли купил. То ли не купил. То ли забыл. То есть. С таким риском. Кто побаивается. Что там с товаром. Проблема. То ли писать. То ли не писать. И когда так делать. То шансов на негатив меньше. А соответственно. Ничего не теряя. Лучше сделать. Я думаю. Что если вы у конкурента скопируете письмо. Ну. Страшного ничего не будет. По большому счету. Ну. Как это отследить. Да какая разница. Всем все равно вообще. Ну. Конкурент у вас. Купит товар. И ему придет письмо. Ну. В крайнем случае. Он пожалует. Что вы скопировали у него письмо. Ну. Абазон вас. Я не думал. Что за это забанит. Ну. Не знаю. Скажите. Вот заказывали у одного копирайтера. Ну да. Вот он мне такой шаблон письма сделал. Ну. Возможно он кому-то еще такой шаблон письма сделал. Ну. Хорошо. Удалю. Извините. Все. Да. Это 90 процентов. Может быть вообще никто. Там 90 процентов. Что никто ваше это письмо никогда не увидит. Более того. Я говорю. Видели у меня. Например. 50 процентов писем только открываются. То есть. То что они открываются. Это не значит. То что они читают. То есть. Покупатели 50 процентов открыли. Посмотрели хрень какая-то. И закрыли. Понимаете. То есть. Как бы это не значит. Что они там вчитывают. Что там им за письмо. Пришло письмо. Они видят. Они его открыли. Почитали. Ничего интересного. Закрыли. Добавили в спам. И все. Ну это как пример. Амазонских письм. Письма Амазон тоже высылает. А толку ноль практически вообще. Да. Да. Поэтому ваша задача не просто подключить. Если вы хотите действительно. То есть. Какой бы вы крутой автореспондер не подключили. Он за вас работать не будет. Он просто автоматизирует работу. То есть. Делает это в автоматическом режиме. Если вы хотите действительно. Получить обратную связь. Вы должны продумать. Что вы отправляете вашим клиентам. Как. Какой заголовок придумать. Чтобы клиент действительно. Открыл это письмо. Чтобы его заинтересовалось. Что по тексту. Как быстро там. В течение там. Пары секунд. Заинтересовать. Взгляд клиента. Чтобы он все таки. Не закрыл ваше письмо. А дальше его. Прочитал. Разобрался. Что же тут написано. Вот. То есть. Чем вы будете привлекать. У каждого свои фишки. У каждого свои какие то. Тонкости. Скажем так. СММ. То есть. Тут уже. Ну. Как бы. Статей в интернете. Очень много. Как держать внимание клиента. Посмотрите на письма. Которые вам приходят. От различных там. Рассылок. Смотрите. Какими приемами они пользуются. Часто ли вы открываете. Эти письма от рассылок. От какого то. Например. Сервиса. Вы часто открываете. Постоянно. Не пропускаете ни одного письма. Как. Магазин вам. Рассылки шлет. И вы. Каждое письмо. Смотрите. Смотрите. Что же там пришло. А какие то письма. Вы сразу в картину отправляете. Вы их не читаете. То есть. Посмотрите. Что используют. Именно. Вот эти. Сервисы. Какие методы применяют. Какие заголовки используют. И возьмите. Как вариант. Примените. У себя. Попробуйте. Я сейчас Алиэкспресс. Также приказываю. С ранечника внимание обращал. Тоже действительно. И письма некоторые шлют. Чем круче продавец. Тем больше писем шлют. По поводу туда-сюда. Пятое-десятое. И второй момент. Это. Практически у всех приличных продавцов. Есть визитки внутри. То есть. Там брошюрки. Рекламки. Я даже одно время их фотографировал. Хотел в группу выкладывать. Напомню. Чет руки. Потерял. Счет уже. Такое количество. Периодически все идет. 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 Всегда. Какие-то рекламки. Какие-то брошюрки. И тут еще один момент есть. Чем больше используется шаблонов. Либо у каких-то там открытий. Так что китай спросу. Чем соответственно меньше это становится. Ну. Разумеет эффект на клиента. То есть. Клиента надо удивлять. Вот. Приложите ему к письму. Либо там. С товаром отправьте что-то такое. Чему бы он удивился. Ну. Приятно удивился. Конечно. Можно какую-нибудь тему положить. Вам сразу негативный фиддэк влепит. В полицию мравов не стучит на нас. Вот. Сделайте так, чтобы клиент был приятно удивлен. Либо вашим сервисом. Либо там упаковкой. Либо там какое-то теплое письмо ему прямо в руке написанное. То есть. Очень любят клиента, когда вы ему личную переписку отправляете. Когда вы сами сели и каждому клиенту написали. То есть. Если вы увидите, что клиента хоть как-то можно зацеплить там. Он вам там фидбэк например отправил. Не поленитесь. Не пишите ему письмо. Сами. Лично. То есть. Фидбэк зачастую положительный. Можно очень быстро превратить в положительный отзыв. Если уже клиент сам по себе отреагировал на вашу покупку. Неплохо. То есть уже как минимум он уже к вам лояльно настроен. Ну это застрелишь сикарно написать само. Не. Ну я говорю если например получил ты фидбэк. Ты же не от каждого ордера получаешь фидбэк. То есть. Бывают клиенты просто автоматом купили товар. Оп. И сразу фидбэк тебе хороший. Ты все классно. Все дошло. Ну вот я сейчас автоматом привык уже. То есть я тебе говорю. Я уже страдаю от этого. Я сейчас вообще на Алиэкспрессе подтверждать. Покупки не буду. Поработаю ему там. Скажи потом. Я покупаю сразу. Я пишу и фидбэк. Отлично. Товар пришел. Да. Я короче взял короче. Два дня до три дня. Через месяц. Блин а какой выгода мне тогда. Если мне никакой гарантии технической нет. То есть нет. Я открыл все в упаковке. Все четко. Все классно. Я соответственно естественно. Я понимаю. Я сам продавец. Понимай как это важно. Деньги возврат и все дела. Я фидбэки пишу и все дела. Ну вот я уже столкнулся. Вот у меня там. Я не знаю там. Ну в месяц я на алиэкспрессе там 2-3 штуки вещей покупаю. Всяких. Вот. И получается вот у меня перейдет уже 2 штуки сломали. Да там копейки. Провод например для там этого айпада. Ёма там. 4 доллара стоит. Но у меня проблема что я свой старый выкинул. И короче. Вот тоже вот человек скажет. Блин. Он там 4 доллара потратил. И тут столько кипиша навел. Да 4 доллара. И в 4 долларах дело. И айпад заряжать нечем теперь. Мне пришлось побежать к соседям. Сейчас надо идти в магазин его покупать. Зачем мне это надо. Я головняк. У меня был старый провод. Он работал. Ну да. Он был там весь потертый. Убитый. Вот. Я думаю ну нафиг он нужен. Взял его и выкинул. Вот. И я за это естественно разозлился. Так что зачем мне этот геморрой нужен. Вот. Так же и здесь ё-мое. Люди так же реагируют. Потому что вот этот фидбэк это больше психологии конечно. В принципе давайте что закругляться минут пять там. Какие вопросы у кого накопились. Владимир. А можно ли после покупки просить клиента оставить отдых? Нужно. Конечно можно. После покупки вы можете просить что угодно. Можете даже лесгинку попросить станцевать. После покупки. То есть до покупки нельзя там заинтересовывать например там чем-то скидками какими-то. Это уже будет предвзято. А если клиент купил. То ладно. За полную стоимость. Сам по собственной личной инициативе. Почему бы не попросить. Даже если за купон даже он вас купил. Тоже можно попросить. Ничего страшного. Да. Не запрещено абсолютно. До нельзя. То есть нельзя договариваться об этом. Не. Ну гербес тоже наверное там помимо гербес G там. GD или как он там. Там много всяких. Ну бывает емое в разных местах купе. Вот. И на гербесте тоже. Понятное дело. Ну далеко не все. Кстати на Алиэкспресс затронули. На Алиэкспресс каким-то день с кэшбэком получился. Ой емое. Сейчас я кэшбэком вообще двойной пользуюсь. Не. Но у меня три. Короче. Если EPN. То EPN выгодно. Он там семь платит. И если ты раз там в год берешь эти коды. Тогда можно десять с половиной. Интересно. Но не очень. Второй Letyshop. Он короче долбит все подряд. Но по Алиэкспрессу там можно тоже взять одноразовый там или двухразовый. Я уж не помню. А купон тоже там десять с копейками. Вот. То есть когда крупное что-то я покупаю. Я соответственно их использую. А сейчас я на Алибонусе. На Алибонусе. На Алибонусе. На Алибонусе. Ну подожди. Сейчас я говорю. На Алибонусе. Я сейчас фигачу. У меня уже восемь. То есть я накапливаю. У меня будет всегда десять. Платят без комиссии. Выгоднее всего на WebMoney. Вот. И соответственно Алибонус на данный момент. То есть вот я сейчас. Все купоны которые были на EPN. Я их сточил. И сейчас конкретно коплю на Алибонусе. Все нормально платится EPN. EPN мгновенно вообще платит. А Алибонус там. Задержка небольшой. Но. Сейчас есть тема двойных бонусов. То есть. Покупайте купон. Сначала получаете. Этот. Как его называть. Кэшбэк. А потом с этим купоном. То есть просто идешь. Покупаешь все вещи. И автоматически. Когда выставляете счет. Снимаются все эти купоны суммарно. Короче вообще кайф. То есть. Если. Ну не знаю. Пока у меня десять. Нет. Процентов. Суммарно. То есть. А так до двадцати процентов. Скидка на Алиэкспресс. Причем это законно. Без всех этих. Подарочных купонов. Там. Там. У меня есть каналы подписаны. На ютубе. Которые там. Люди там. Форумы там. Сейчас купоны работают. Не работают. На России там. Три бакса. Куча аккаунтов открывает. Блин. Ну. Людям делать нечего. То есть. Они вот реально вот этим. Ну или кто там. Много товаров. Я не знаю. А вот. Денис. Денис. В принципе. Не ставилось целью. Делать детальный обзор. Потому что. По большому счету. Функции там все очень просто. Как бы. Ну. Я имею в виду. Информативно. Визуально. Там все четко видно. Ну. Информация. Как бы. Доступно. Отображается. А именно. Как настраивать. Как. Очень много видео. В интернете. Там. Даже не надо. Переводить. Ничего. То есть. Там. Просто. Достаточно. Видео посмотреть. Как. Это все настроить. Именно. Подключить. Там. Подключить. Это очень. Ну. Дело там. 15 минут. Тем более. Видео инструкция. Всегда есть. Просто. Пошагово. Включили. Да. Там. Прямо. На ютуб канале. Сразу же. Один момент. Это вы сразу должны. Подключить. К соляр центру. Вот. А второй момент. После того. Как вы подключили. К соляр центру. Вам нужно. Зайти. Визор. Пермешен. Ну. Дать. Доступ. Зон мастеру. К просмотру. По моему. Фидбэков. Да. Все. Как бы. Это для того. Чтобы он мог. Соотносить ваши отзывы. Фидбэки. С ордерами. Вот. Ну. Опять же. Видео подробное. Там есть. Прямо. Очень. Негативщиков. Мы можем тоже ловить. Помимо тех. Что ты сказал. Которые не покупали товар. Ордеров нет. Есть еще вариант. Когда мы. Однозвездочников. Можешь ловить. Кому отписываться. Правильно? Конечно. Конечно. Если это была покупка. то однозначно. Сразу ты увидишь. Например. По какой покупке. То есть. Сразу на этот ордер перешел. И сразу клиенту написал. Что так и сяк. Ну. Какие-то действия предпринял. И спамишь его. Ордера нету. Если этого ордера нету. Он не смачивался. Соответственно. Это сто процентов. Что товар у вас не покупали. Заказано. Такого человека. Такого человека. Вычислить. Это очень сложно. То есть. Либо в личку ему писать. Как пользователю. Но. Это скорее всего. Может быть конкурент. Но как минимум. Попробовать. Пожаловаться в Амазон. Пускай проверят. Вообще. Что это за отзыв. Скажи. Вот подозрительный отзыв. Негодяй. Негодяй какой-то. Да. Амазон проверит. А этот человек не покупал. Или у него там одни. Негативные отзывы. Там всем подряд. Пишут. Чакие же разные. Есть. Есть грамотные. Которые все это четко делают. А есть дурачки. Которые просто всем подряд пишут негативные отзывы. Продавать за пять долларов двадцать пять можно. Я последний раз купон делал. Там сейчас семьдесят разрешает процент. Но это так сейчас. Что-то я уже начинаю путаться. Это реферальный. Ну тут. Тут гадалка на двое сказала. Тут же получается. Амазон может удалить. А может оставить. Ну просто по купонам человек спрашивает. Забанить вас не забанят. А просто ну удалят ну удалят. Ну да. Нет. Я не об этом. Сейчас можно ли купон сделать девяносто девять процентов. Или нет. Я последний раз сделал. Мне написали. Я тебе скажу. Денис, я никогда не раздавал за девяносто девять процентов скидку. Понятно. У меня самая большая скидка. Которую я раздавал в семьдесят процентов. Я раздавал и со стопроцентной скидкой. То есть за бесплатно. Даже бывало такое. Потому что очень часто бывало замены надо было дать. Или еще чего-нибудь. То есть вот ты бесплатно уходил. А так давал и за цент. Топ-ревьюеры дороже чем за цент у тебя бы и не взяли. Ну если конечно у тебя не супер какой товар. А именно ширпотреб. Топ-ревьюеров я прошел всех. Все тысячи страниц. С КПД восемьдесят процентов отзыва. Вот. То есть топ-ревьюеры. Некоторые писали даже за цент. Я говорю. Мы принципиально не берем за деньги. Я хотел их послать конечно. Вот. Но то что за цент это понятно да разница. Бесплатно дать. И дать с большой скидкой. То есть это две совершенно большие разницы. Но вот такие были топ-ревьюеры. Которые. Ну такие просто. Ну вот люди. Ну соответственно с ними естественно я и не работаю. Вот. Но там дороже цента просто мой там десяти долларов. И там двенадцать долларов. Товар был нереально вообще сдать. Я конечно сдавал там и доллар девять. Но это просто там неэффективно было. Ну отлично. Да. Большую скидку делать можно. Вы можете продавать по куплее. Раньше был. Купон. Для чего? Для того чтобы получить звездочку. Получить отзывы. Чтобы. У вас в селер-центре предусмотрена возможность делать купоны и скидки. Это ваше право. Давать скидки. Вы можете свой товар вообще в принципе всем раздать. Амазон заинтересован в этом. Амазон не заинтересован. Ну. Амазон. Вы комиссию все равно заплатите Амазону. Конечно. Он заинтересован. Чем больше продаж тем лучше. Но другой вопрос. Что если вы. Если Амазон узнает что вы именно. С условием. То есть вы предоставили скидку именно с условием. Что вам оставят отзыв. То есть мы сначала договорились с покупателем. Давай-ка ты мне оставь отзыв. А я тебе сделаю скидку. Интересно как? Если он этот факт узнает. Как? Как они могут это узнать? Ну. Самый простой способ по Facebook. Например. Вы там написали. Ну. Скрин короче. Скрином. Правильно. Письмо. Напишите мне отзыв. А я вам дам скидку. Да. Типа как раньше. Типа. Скидка такая. Это за ревью там. Или фидбэк там. Понятно что сейчас все шифруется. Сейчас никто не пишет. Стараются в личку общаться. Вот. Ну. Теоретически нарваться можно. И в личке могут поймать. Спокойно. Тут уже. Тут уже как бы. Все зависит от того. Насколько вы скажем так. Это все делаете аккуратно. Знаете как могут поймать. Не сотрудники ловят Амазона. А ловят именно стукачи. Вот эти ревьюеры. Которым дают гифт карты. Гифт карты дают. Прямо даже скрины прикрепляют. Я насколько видел в фрестбуке. Пишут. Вот. Смотрите. Такая падла попалась. Да. Но это просто американцы. Они такие. Да. На самом деле. Вы даже если вот американцы просто отзыв попросите. Да. Они есть такие очень правильные. Скажут. Как я. Я буду писать. Типа пятизвездочный отзыв. А вдруг товар говно. Там как бы. Что я буду. Что совсем. Типа. Да. Вот есть очень правильные. Такие честные. Порядочные. И сразу стучат. Скажут. Вот этот вот. Честные стукачи короче. Да. Мне предлагал. Написать отзыв пятизвездочный. Да. Запросто. Я говорю. То есть это именно никакими сотрудниками. Не думайте что там наемные. Амазоновские индусы. Будут лазить по Амазону. Там. Нет. Они дают гифт карты. И все. Я столкнулся с ситуацией. У меня друг в штатах живет. Да. В Калифорнии. Я попросил. У меня отзыв сделал. Написал. Я ему. Слушай. Попросил там друзей своих. Американцев. Они. Вы что. Это же против правил. Да. Да. Так нельзя. Вы что. Я же не могу просто. Это против правил. Все люди. Все люди. Которые у меня писали отзывы. Такую то поправку конституции это нарушает. И все. Да. 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 А мы деньги перечислять на PayPal. А нас вдруг налоги спросят. А вдруг нас проверят. А вдруг это или нет. Откуда деньги пришли. У них жизнь другая совсем. Вообще другая. Они во-первых живут в шоколаде. Спокойнее намного. Без геморроя. Им геморрой другой не нужен. То есть они настолько расслаблены. Из-за этого их зомби жрут все время. Как будто фильмов они не смотрели. Недавно. Вот. И вот такая фигня. Вот они реально такие. Они все вялые. По крайней мере кого я знаю. Основная масса это мега-мега вялые люди. Не инициативные. Не такие. И соответственно. Наверное правильные. Надо более правильно сказать. Ну мне кажется. То есть в этом отношении просто другие люди. У них другой менталитет. Другое представление. И это ни хорошо ни плохо. Просто вот так. Можно. Делали так раньше. Как только вот это началось. Поменялись правила получения отзывов. Многие скидывали цену там. На час. На полчаса. Чтобы сделать выкупы по низким ценам. Но. Тут. Доставка. Ограничение достать. Злую шутку сыграть с собой. Насколько я знаю. Я не понял механизма. По какому принципу Амазон это делает. Но. Амазон просто может ограничить цену максимальную. Соответственно. Если вы будете много продавать по дешевой цене. Вам просто не даст цену поднять. И вы как только подняли цену выше там определенного уровня. Сразу вылетаете из байбокса. То есть. Вот у меня была ситуация. Я продавал там по 45 долларов товар. А конкуренты. Не могли и 30 даже поставить. Сразу вылетали из байбокса. Изначально. Потому что они демпинговали. Очень сильно дешево. Пытались продавать. И Амазон просто не дал поднять цену. Хотя товар такой же был. Но я поднял цену как бы. А с другой стороны. Если я хотел поставить 50 долларов. Я тоже. Я начинал вылетать из байбокса. То есть. Я уже не мог продавать 50 долларов. Вот. А есть другая сторона. Денис. Денис. А есть. Другая сторона медали. Если дешево продает. Прайма вылетает. И нельзя доставку делать. От 25 долларов. Да. Да. Другая сторона. То есть. Вы не можете например. У разного товара кстати по разному. У моего товара была критическая цена 10.90. А например. У Сергея Власевича 9 долларов. Вот. За эту карту товара по разному. Но в любом случае. Если мы эту планку опускали ниже. Мы купить уже не можем. Надо купить его. С каким-то товаром. Не менее 25 долларов. В общее судно. Там. Я забыл как это называется. Этитинг. Что-то. Ну синенькая такая надпись. Да. То есть. Много. Там. Обмануть. Грубо говоря. То есть. У нас вот этот. Менталитет наш. Все время что-то кого-то. Это самое. Там тоже не дебилы сидят. Так что имейте ввиду. В любом случае. Там. Все на тоненьком. И опять же. Каждый раз. Раздавать. Либо это там. Реклама. Все равно. Готовьтесь к тому. Что любое продвижение стоит денег. Как бы. Как бы вы. Ну. Бесплатно. Продвинуться. Не получится. То есть. Либо вы будете раздавать товар со скидками. Вы заплатите за эти скидки. Либо вы будете рекламу подключать. Вы заплатите за рекламу. Либо вы будете индусов подключать. Или все вместе. Любое продвижение стоит денег. Да. Соответственно. Хотите быстро. Платите новые. Я например. Не предпочитаю. Я очень много раздачей занимаюсь. Я очень не люблю. Когда люди начинают. В момент выкупа товара. Опускать. Потом поднимать. И так далее. И так далее. Мне не важно. Как. Что. Но я это не люблю. Если. Я считаю. Когда мы на выход выходим. На раздачу. Да. Надо демпинговать. Это органика. Будет намного дешевле. Чем любая другая органика. То есть. Через пейперклик. Через любые там. Я не знаю. Ту же раздачу. По купонам. Да продавайте вы по себестоимости. Ёма. Но в чем проблема. Что вы наслушались этой. Херни. По поводу коробок. И по поводу премиума. Все этого нет. Цена. Имеет огромное значение. Даже у товаров. Десяти долларов. Никто не будет покупать. Если рядом стоит товар. За 10 долларов. А у вас за 15. В коробке. Никто. Не будет. Особо на это. Я так считаю. И ни разу. Я еще не видел. Другого варианта. Даже пройдите по топам. Посмотрите. Как минимум. Как минимум. Нужно заработать себе. Репутацию. Бренд. А не в упаковку. Мы некоторые товары сейчас продвигаем. Потому что у тебя красивая коробка. Мы сейчас некоторые товары продвигаем. У людей просто. Они опуститься не могут. Просто из-за тупой упаковки. Наслушали всякой херни. А сейчас они мучаются из-за того, что у них недорогой. Просто недорогой товар. Зачем недорогой товар? Упаковываем в дорогую упаковку. Они упаковали. Я, например, недавно. Денис, извините. Недавно видел нож для разрезки пиццы. Обычный нож. Простой. Державете такой. Простенький. Но в такую чуть ли не деревянную коробку. Премиумную. В которую, знаешь, два часа кладут. Ну, нормально. Ну, как бы, да. Бред, бред просто. Пить разово на подарок кому-то там, да. Любителю пиццы. Ну, чисто по приколу. Но, блин. Большинство, которые домохозяйки покупают, просто... Они лучше два ножа возьмут эти. Чтобы он острый был. Зачем вам эта коробка? А по поводу выбрать оптимальную цену это как раз. Вот пример. По любой ключевой фразе. Может быть, на первой странице там, на вторую неважно. Может быть, один и тот же товар, но из разных ценовых категорий. Цена может быть там совершенно разная. И надо, когда вы выбираете товар, когда вы считаете маржу, прием, при сёрче и всём остальном, правильно свой товар определить, какого он качества, сколько он реально стоит на Амазоне. И основная ошибка у людей, первого часа мы раскручиваем, продвигаем, что нет маржи. Человек ошибся. Он посмотрел на нож. Он не вник вообще ни в тему, ни в что. Он просто, о, ништяк, товар 20 баксов стоит. Или он бестселлер и не посмотрел вторую, третью страницу, что на ней уже по 10 лет товар продают все подряд. Или просто тупо этот бестселлер, у него реально крутой товар. И когда столкнулись уже, там у него не прокатная сталь, а кованая. У него ручка не деревянная, там какая-то летая, там специальный материал там. Ну и так далее, и так далее. Надо понять, как себя позиционировать. И при старте, как раз вот в это, если у вас там, например, ценовые диапазоны 10-20, 20-30, 30-40, и вы, например, в 20-30 вошли в диапазон. Старайтесь считать маржу и стартовать именно с 19-99, вот и все. Просто еще раз зацепиться за органику. В начале старт, 20, вот эти 14 дней буст или там 10 дней, не знаю. Это очень важно зацепиться по максимуму. Продвигайтесь по-разному, по высокой, низкой, средним, часовним. У кого какая стратегия? Пейперклик это будет, или зонбласт, или там еще что-то. Сейчас уже зонбласт и Веролинч уже отвалились, вообще не считая, они, ну, вообще не актуальны. Просто вообще. То есть, как они были актуальны в сентябре, например, и в октябре, настолько они сейчас не актуальны. Ну, даже уже в октябре получается, когда их подрезали, они уже начали хромать. Не знаю, кто с ними работает, уже не слышно про них вообще ничего. Но, например, тот же, вот эти программы, которые мы советуем, все двигаются по-разному. И на продвижение товара, если на раздачу, я всем советую, от общей партии товаров в среднем 10-15% раздавать. Вопрос только в одном, что такого ресурса людей нет такого количества, чтобы покупали бесплатно, брали товар. Вот чем проблема. На тот же pay-per-click тоже закладывается. То есть, это как минимум от вложения на товар это 50% на продвижение. Это минимум. А то и 100%. Да. А когда мы заходим, и у нас вообще ничего нет. Идеальный вариант, если ты вложился, например, и у тебя 100% наценка, то идеальный вариант хотя бы эти 100% на продвижение и хотя бы в ноль вышел. Это очень круто. Да, на первом товаре в ноль это вообще отлично. А то, что в ноль, в минус, да это мы про старт говорим. Мы говорим про первый месяц, про первые две недели. Конечно. Ты зацепил органику, ты вышел на странице, и дальше ты уже можешь даже по той же самой цене продавать в плюс. А потом, если ты действительно заработал уже репутацию какую-то... Постепенно. Сарафанное радио. Опять же, чем дольше ты на рынке, тем больше ты присутствуешь, тем больше людей о тебя знают. Вы не забывайте, что люди советуют друг другу, общаются, делятся впечатлениями другу. Соответственно, ваша аудитория растет, растет. Продали вы тысячу, а вас узнали, например, пять тысяч человек. Продали вы пять тысяч, а вас узнали, там, двадцать тысяч человек. Соответственно, аудитория ваша растет, растет, растет. Главное, не выпадать из рынка. То есть, ваш товар постоянно присутствует. У меня, например, была ситуация, мой товар пропал. Полтора месяца не было на складе «Алтостоп» был. То есть, не успел завести, там, бюджета не хватало. Сначала потом, как бы, китайцы подвели, потом Новый год. И получается, что у меня вплоть до того, что даже в личку писали, они спрашивали, где мой товар, когда он будет, хотят купить. А, соответственно, я теряю патию все это время. То есть, люди хотели бы купить, я уже был на неплохих позициях, я бы продавал бы. А, получается, потом мне пришлось, там, неделю-две восстанавливать свои позиции. Ну, то есть, это все, это работа, это работа. Для этого, как бы, люди обучают, то есть, каждый совершает свои ошибки. Для этого существуют различные тренинги, для этого существует. Вот мы видео снимаем, чтобы подсказать. Что мы знаем? Мы невеликие продавцы. Мы этим занимаемся, там, кто-то полгода, кто-то год. У нас есть свой жизненный опыт, мы по жизни тоже занимались другими вещами, так скажем. И здесь именно подход достаточно простой и тривиальный. То есть, просто знаем, рассказываем, ничего здесь такого нет. Углубиться, например, но это не тот формат, во-первых. И, во-вторых, это не целесообразно. Вот, в следующий раз у нас будет Helium 10. Расскажем именно, еще раз говорю, это будет четверг, как обычно, 20.00 по Москве. Будет очередная, так скажем, история, как пользоваться сервисом, именно основные идеи, что он несет, может, кто-то не умеет пользоваться. И опять, как пособие на будущее, то есть, записи посмотрел, вспомнил. Я вот, например, его делал 4 месяца назад, я уже не помню. Я помню, что в конечном итоге он показывает соотношение кейвордов ко моему листингу. То есть, сколько я слов этих кейвордов использую. В принципе, больше ничего я не помню уже, потому что забывается, когда этим каждый день не занимаешься. Ну, это самая бесполезная функция. Ну да, я за это и говорю, что. Да. В чем не запомнил это. Да. Ну, я думаю, что, в принципе, как бы, зачем было судить за мастер. За мастера обсудили, как бы, вот. Какие-то вопросы есть. Пишите в комментариях к видео. Обучения. Пожелания на следующие какие-то, да, там, какие-то сервисы. Пишите. Возможно, это будет темой следующего, например. Да, да, да. Либо Денису, либо там, в ветке, в комментариях, при любом видео, по первым видео. Например, лучше всего делать это под закрепленным видео, там, например, если они его просматривают, все там, как правило, видят, все участвуют в обсуждении. Естественно, какие-то есть вопросы, там задавайте, да. В любом случае. Сейчас у нас... И тоже я попрошу людей, как бы, много там обращаются лично, там, за консультацией, я с удовольствием всегда отвечу, как бы, если интересный вопрос, как бы, действительно, там, полезная информация. Но, возможно, пишите в группе эти вопросы, как бы, да, если мне неинтересный будет вопрос, я его лично нигде не ответил, когда проигнорировал. Если вопрос интересный, то не я так, Денис, кто-то из сообщества ответит. И польза будет просто не одному человеку, а сразу своему сообществу. Вот. Если это личный, конечно, вопрос какой-то, ну да, уже тогда пишите личку. А если это такое общественное обсуждение вопроса, пишите ее. Общий. Телем 10 называется. Всем будет польза, да. Телем 10 называется. И повторяться меньше будем. Вот. По поводу обучения, что там, я не пойму, а смысл, маленькую цену ставить так. Как происходит обучение в группы каждый месяц? Одинаковая информация может дойти в любое время в группу. Но смысл такой, что это не группы, это не обучение. Это, наверное, все-таки, действительно, такой групповой коучинг такой. То есть, это раз в неделю. То есть, это, грубо говоря, обучение, коучинг вот это, еженедельное, так скажем. То есть, мы продаем пакет из 4-х недель. Вот сейчас в феврале у нас как бы не то, что акция даже, а то, что мы пока сами сейчас притремся, пока все это начнем, все равно будут задержки какие-то. То есть, мы даем 6 недель за это. Ну вот. У меня не было никаких вопросов, и это было действительно эффективно. Формат достаточно простой. То есть, это групповая встреча. То есть, вопросы-ответы, какая-то тема, что-то новое обсудили. Вот конкретно под это сообщество. И личные встречи. То есть, вот просто много коучеров. Потому что я сам консультирую уже, как бы опыт наработал. Я понимаю основные вопросы и задачи. Плюс у меня есть база по выбору товара. Я наработал базу. Облегчить ситуацию. Ну, значительно. Для новичка особенно. Скажем так, ребята, хочу уже обезопасить некоторых от поспешных, скажем так, поступков. То есть, мы не будем рассматривать вопросы, как зарегистрировать аккаунт на Амазоне. Как подключить PayPal. Как Payoneer, например, заказать карту. Или как, допустим, создать листинг. Благо, этим вопросом посвящено куче видео в интернете, на Ютюбе. Не, ну подскажем, видео дадим, как это сделать. Да, на каком угодно языке. Я имею в виду, что мы можем отслать с первоисточника где-то, посмотреть что-то. Но такие элементарные вопросы, скажем так, потратите там час-два времени, разберитесь, скажем так. Но действительно важные вопросы, с которыми вы можете столкнуться, для себя помечайте, например, действительно, вот, ну, которые, которые вам никто нигде не расскажет. На которые другие курсы не концентрируются. Они концентрируются на простые вещи. Потому что это очень сложно. На самом деле, как вы, как вы, специалист, поверьте, любой из вас может создать аккаунт, так или иначе запустить, даже там какой-то промоушен создать, даже сайт написать можно самому научиться. Но это же ерунда. То есть, как бы, продавать, например, товар, как его продвигать, например, как его выбрать, никто не научит этому. Вот это, за эту информацию правила и берут денег. А мы это будем обсуждать, будем делиться впечатлениями, опытом. Да, и тут именно... В этом уделите большое внимание. Я и за это говорю. То есть, именно про версию. Да, понятно, что мы будем направлять, где это найти материал. То есть, это не проблема. Но просто на это время тратить бессмысленно. Это время дорого. Надо его использовать по максимуму. Мы решаем самые главные задачи. Стараемся решить эти самые главные задачи. Потому что все остальное, ну, это не то чуть-чуть. Наверное, может быть, другой поток будем делать какой-то там для совсем. Но пока на данный момент это надо реально учеников. Вот из учеников учеников брать, которые действительно будут учить вот этим элементарным вещам. Потому что нам это, во-первых, не интересно, потому что мы сами хотим развиваться и дальше двигаться. А во-вторых, это просто, ну, такая рутина, которая отнимает очень много времени, а толку от нее никакого нет. Вот. По поводу всего остального, в принципе, в любом случае, обращаясь к Денису, ко мне, к Евгению, там, неважно, без проблем мы ответим. Вот. По курсу я тоже сказал, ничего такого там особенного нет. Вот. То есть, мы реально продолжаем все делать, как и делали, качественно, по мере возможности. Пишите вопросы под видосами. Я буду, потому что голосование открывать. Сейчас у нас Helium 10, мы в четверг прогоним. И у нас, как обычно, понедельник в четверг, в 20.00 по Москве будем разбирать темы. Не будет тем, что там. Будем, значит, ответы на вопросы. Просто разбирать ответы на вопросы, которые вас будут интересовать. То есть, мне кажется, это тоже нормальный формат. Вот. Тем еще много, но просто надо понять, что более важно. Вот. То есть, вот такая вот идея. Программы мы разобрали. У меня была задача разобрать программу. У меня сейчас задача еще разобрать мою вот эту вот табличку. Табличка с комментарием. Просто, может быть, какая-нибудь выгорянная. Именно таблица инструментов, в которой куча-куча разных-разных полезных программ. Я отсеял огромное количество мусора. Вот. И, в принципе, там очень много всего. Может быть, надо пробежаться, чтобы люди просто знали. Некоторые не знают, наверное, до сих пор, что есть такая таблица. Вот. Туда зайти, там все собрано в одном месте. И, может, что-то дополнить, может быть. В принципе, я думаю, все. Час сорок, час, ну, там, полтора часа мы отработали. Как уж смогли, извините за плохую связь, в YouTube, в YouTube на канале в лучшем качестве, в любом случае будет. Не знаю, как получится нам исправить видео, но я сомневаюсь, там особо ничего такого не было. Ну, там, две минуты, три минуты не видели, а экрана там не так часто все меняется. Вот. Смарт-респондером мы пытались объяснить главное преимущество его. Стоимость, функционал, голосом, я думаю, и так все понятно по большому счету. Потому что, ну, реально нет времени сидеть, монтировать видео. Вот. Ну, реально тяжело. Что, человек, Денис, есть? Дорассказывай, да пойдем тогда потихонечку. Да, по большому счету всем спасибо. Вот. Присоединяйтесь. Да, какие вопросы есть? Делитесь с друзьями. Да, будем благодарны. Все, всем удачи, всем пока, как обычно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok